здравствуйте мои дорогие подписчики на канале голова садовая сегодняшняя тема она такая щекотливая и не очень понятная на самом деле даже я не могла сразу додуматься почему так почему подрезаются корни и перо у лука когда мы его высаживаем на грядку тот который посеян рассады их себе шин глоба там аилса грейк да неважно хоть и тот же центурион вот без разницы карман все это совершенно одинаковая технология агротехника ничем они отличаются друг от друга в этом плане да вы знаете только потому обрезаются не не для того чтобы они встали и прямо стояли на грядке вовсе даже нет перо всегда обгоняет корни вот как это ни странно примерно так получается редко когда корни вот такие а перо поменьше всегда наоборот поэтому мы на одну треть сверху вот у меня как вам показать ну вот это вот у меня лук да вот это перо ой не знаю как вот это перо значит я на одну третью беру перо на одну третью беру корни убираю перо потому что корни они ну не они не выкормят не восполнят количество зеленых клеток которые есть уже вот такого пера у лука понимаете корням очень тяжело поэтому мы их на одну треть убираем не количество воды теперь не больше чем могут корни до подтянуть не количество питательных веществ не превосходит норму которая им положена но корни мы тоже подстригаем так чтобы у нас ну какой-то баланс в этом был да вот это вот перо вот это вот корни почему подстригаем корни опять да только потому что как только мы точку роста убираем у корешка он сразу начинает мочковаться ведь корешок работает не 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 голый вот такой вот вот поверхностью у него волосики эти волосики всасывают все что вокруг находится так чем больше будет корешков тем больше будет процесс всасывания питательных веществ и отправление все это в перо лука понимаете да молодцы поэтому когда вы рассаживаете лук помните что его нельзя заглублять вообще не под каким предлогом вот как он рос вот на том уровне и по сайте либо слишком долго будет образование луковица либо вообще не будет поэтому смотрите внимательно а вообще обрезаются корни и вверх растения всегда у саженцев плодовых деревьев например вы должны понимать что все что внизу у вас с корнями все наверху у вас в ветках одинаково зеркальное отражение хотите вы этого или нет если вы купили саженок саженец такой лохматый пушнастый а вот такие вот три корешка внизу он не выживет вам придется убирать вверх если вы хотите хотя бы сохранить его и это касается и цветочной культуры и рассады любой овощной и естественно в том числе и помидорные перец и баклажаны вы должны понимать что баланс всегда должен быть вверх и низ одинаковы лишнее все нужно убрать растению надо возможность дать приняться правильно на этом все пока